Друзья, всем привет, с вами Яков. Вот буквально пару часов появилась небольшая информация по нашей вселенной Диабло. И появилась эта информация непосредственно от компании Blizzard, а именно от комьюнити-менеджера Брэнди Кэмилл. Безусловно, эта информация не новостеподобная. Почему? Потому что все новости мы узнаем только в основном в ноябре месяце, да, когда стартует выставка Брискон. Но это обращение официальное, сделано не через какие-то соцсети. Идет это обращение непосредственно к нам, к сообществу. Если что, ссылку на это обращение я помещу в комментарии под роликом. На всякий случай говорю, что оно на английском, так что включайте субтитры. Но вкратце давайте я вам расскажу. Брэнди говорит, что в 15 сезоне, тематическом сезоне, надо будет ждать что-то интересное. В принципе, даже и без этого сообщения нам было уже занятно, что же там они придумывают. Но во всяком случае после тематического гоблинского сезона. Ну это, конечно, ладно. Как бы с одной стороны это новость, но с другой стороны это и не новость. Больше всего интригуют другие слова. И слова о том, что компания Blizzard работает непосредственно в данный момент над двумя проектами Диабло. Что это за проекты, давайте проассуждаем. Ну, во-первых, на протяжении нескольких месяцев мы знаем, что компания Blizzard массово набирает себе сотрудников на новый ненансированный проект Диабло. И не просто набирает, а уже непосредственно ведут работу над проектом. То есть давайте, ну не знаю, назовем этот проект Диабло 4. Диабло 4 в кавычках. И вот скорее всего это как раз таки первая игра из вселенной Диабло. Что же за вторая игра? К тому сожалению, я думаю, Диабло 2 Ромастер можно немножко подвинуть на время. Почему подвинуть? Потому что вспоминается мне Близкон 2017 года. И там как раз таки компания Blizzard нам четко и ясно сказала, что сейчас они работают над чем-то интересным во вселенной Диабло 3 и не готовы открывать всех карт. И надеялись, что в скором будущем у них что-то и получится. Вот как раз таки надеялись, что в скором будущем это как раз таки будет касаться Близкона. То есть к следующему Близкону, а именно этого года, 2018 года, они нам что-то сообщат по поводу Диабло 3. Так что по идее Диабло 3 это как раз таки будет вторая игра. Безусловно, нам никто ничего раньше не сообщит, а именно до Близкона. Так что ждать каких-то особых новостей, дорогие друзья, пока не стоит. Как говорит Брэнди, у них кузницы полыхает огонь. И как минимум этот же огонь будет разрывать меня до выставки Близкон. Так как меня по сути не интересует, что будет сделано, допустим, для того, что Диабло 3. Любой новости я буду очень рад. Какому-то событию, какому-то глобальному патчу по изменению баланса в игре. Ну а если сделать персонажа нового, я буду рад еще больше. И по сути даже если будет цена этого персонажа такая же, как у Никормата, я буду этому рад. Главное, что Вселенная жива, потому что Диабло это одна из тех игр, благодаря которой эта компания стала очень сильно известной. Вот, дорогие друзья, пока такая информация имеется на сегодняшний момент. Что вы о всем этом думаете, пишите в комментарии под роликом. Какую бы новость хотели вы услышать на Близконе 2017 года, пишите все, будет интересно почитать ваше мнение. Ставьте колокольчик, для того, чтобы не пропустить дальнейшие новости по Вселенной Диабло. Ах, вы еще не подписаны на канал? Ну тогда прослушайте небольшую инструкцию. Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал на ютубе, вступайте в группу вконтакте. Я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео. Желаю всем удачного фарма, с вами был Яков, пока.